Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого, а это значит, что вы на канале Лёша Играет и продолжаете смотреть прохождение Sidmer's Civilization Beyond Earth, приключения на другой планете за протекторат ковиты. А если не продолжаете, а случайно наткнулись на это видео, то лучше перейдите к первой серии. Ссылка в правом верхнем углу появляется, либо есть в описании. Ну и напоминаю традиционно, что спонсоры всей серии видят сразу во вкладке сообщества. Спасибо им за поддержку. Так, я хотел вот тут поставить город. Собственно, это и делаю. Ставлю. И у нас имеются проблемы, мне кажется, вот с этими бразильцами, которые на самом деле... Организация южноамериканских государств. Мне кажется, что в скором времени он может на нас напасть. Кроме того, давайте подумаем, как мне дальше экспансию проводить. В принципе, где я еще хочу поставить города. Тут хорошее место, я это все захвачу. Тут к Африке. Ну, тут не так уж прикольно, чтобы прям туда куда-то лезть. Тут у нас гнезда инопланетян имеются. Прикольно, тут части скелета этого вылазят. Вот тут, кстати, можно. Ничего так, между прочим. И, наверное, как-то вот по побережью все-таки здесь поставить тоже. Так, значит, я открыл баллистику. Это для защиты. Я открывал. Теперь я бы хотел поработать... Ну, чтобы как-то улучшить совершенство. Лучше, конечно, превосходство. Биоколодец. Тераформирование. Ну, кстати, вот это ничего такая штука. Ну, колодец Гайя, правда, наверное, не смог... Хотя... Сколько у меня тут? Семь очков? Нет, я четвертого уровня не достигну. Но вот антигравиевый карьер, во-первых, мы сможем строить. А во-вторых, земной ландшафт. Это, по-моему, вообще лучшее улучшение клетки. Единственная проблема, оно очень долго строится. И... Пять энергий стоит содержание. Я бы, наверное, в Терафайр... Хотя, кстати, вот генетическое проектирование тут. Генопитомник. Хорошая штука для здоровья. Эти плюс два здоровья будут. Ну, там еще и дипломатический капитал. Станция клонирования дает к производству ксеномассы. А это... Блин, может сначала все-таки генетическое проектирование открыть? Еще и генетика инопланетян неплохо. Но это, опять же, на превосходство. Давайте... Знаете что? Давайте генетическое проектирование, потом терраформирование. Мне кажется, вот так будет неплохо. Инопланетян я все еще стараюсь не трогать. Ух ты, тайная операция. Уже у меня кто-то из шпионов тайную операцию проводил. И я ее раскрыл. Слава богу. Так. Водоочистку я построил. Видите, на всех водных клетках производство добавилось. Давайте дальше думать. Ну, вот как раз в Сабде... Те, знаете, стадион, рубеж я точно везде пока построю. В Мандире как раз мне надо в любом случае строить ракетную батарею, чтобы во всех городах она в дальнейшем быстрее строилась. Что он там дает? Каждый раз очередь активировать. Защиту города плюс 18, самооборона плюс 15. Ну, то есть больнее будет бить сам по себе город. Это уже сложновато захватывать. Так, тут я сеть построю. Пока ракетную батарею не буду строить. Вот очень сильно. Ну, тут, кстати, мало водных клеток. Они у меня еще не обрабатываются. Вообще, как-то тут у меня плохо все обработано. Может, давайте я тут рабочего сделаю. Не помешает, как говорится. Так, тут я ищу, где мне две модули эксп... О, тут вот это надо как-то включить. Опять же, морской юнит нужен. Свет мне к китайцу. Я не думаю, что там просто будет что-то... Мне бы еще других встретить. У меня еще раз, два, три... Три... Цивилизации не встречены, считайте. Так, тут пока ничего интересного не нашлось. Титан обработан. Выполнили задание. После первоначального успеха наступил резкий спад. Некоторые фермеры утверждают, что слышат звуки на частотах, ранее недоступных к человеческому уху. Вышло задание построить клинику, но я его уже сделал. Недавно было проведено исследование десятков колонистов, страдающих слуховыми галлюцинациями. Их отобрали среди населения, работающего в сельской местности. К сожалению, мы пока не готовы сделать окончательные выводы. Основная гипотеза состоит в том, что некий фактор окружающей среды влияет на фермеров. Но точную причину установить не удалось. Очевидно, тем не менее, что галлюцинациями представляет опасности. Плюс 15 гармонии, плюс 55 культуры и плюс 35 науки. Я вышел на шестой уровень гармонии. Мы избавились от ранет-носителей, позволивших нам покинуть землю. Почему бы нам теперь... Это вот, кстати, сейчас доступна модернизация юнитов гибридов. Когда, ну, в общем, сейчас мы можем некоторые юниты в гибриды улучшить. Гармонии, вот, видите. Если просто мы пошли бы по совершенству только на 11 уровне было, или по гармонии только 11, а так как это гибридный 6-6, то, соответственно, мы можем улучшать в гибриды. Это у нас... Это у нас пехота становится забиякой. Либо плюс 30 при обходе с фланга, либо любое передвижение стоит... Давайте с фланга попробуем. То есть двумя юнитами надо будет атаковать. Так, а это у нас... Это у нас катера. Ну, не морские, а вот эти джипы такие быстрые, которые летали. Обнаруживают невидимые автоматики. Давайте автоматическое исцеление. Так, пока все, да? Жалко, у самолетов, по-моему, нету гибридных, да. Ну, вот у меня... Где тут пехота... Забияками стали. Ну, мне бы, кстати, пехоту вот сюда поставить. Давайте эту отведу туда. Не, ну, в принципе, у меня ощущение, что у меня неплохие уже военные юниты. Если что, я отобьюсь. Тут у него побережье, смотрю. Ну, я, наверное, сюда вверх поплыву пока. Прилив невидимый, пускай стоит тут. Караванчик отправлю в... В пран. Пока все. Ну, я вот уже, конечно, так существенно, по-моему, отстаю. Хотя, с другой стороны, на 100 очков... То есть, я отстаю на 70 очков, а опережаю больше, чем на 100. Последнее место. Да и бразильца, кстати, опережай. Может, с ним повоевать? Как-то он не выглядит так-то по очкам страшным. Да, давайте, если он сам... То есть, у меня вот... Я тут не вижу причины прям уж так нападать. Прямо скажу. Так, тут сколько еще? Один модуль экспедиции. Еще одного мы отправили восстанавливать модуль экспедиции. Исследователя, я имею в виду, отправил. Так, соглашение. Ну, пока маловато. Они там не согласятся, я уже каждый... О, украл. И появилась возможность науку украсть. Попробуем. Попробуем. Автоматические... Да, соглашусь. Пускай китайцы строят. Может быть, у нас с ней улучшатся отношения? Давайте глянем. А, у нас вот так уже сотрудничество. Хорошо. А что она мне может дать? Вот я бы хотел... Снижение науки? Нет. Производство? Нет. Ну почему, почему? Пао Гао Шанлай. Да. Странно. Так, я энергию похитил. Отлично. И достроил стадион-рубеж. Один ход у меня тут оборона достраивается. Давайте, может, я тогда... Какой-нибудь юнит. Вот у нас тут на два хода. Давайте прилив построю два хода. Ксеномассу обработал. Антигравийный. Я же открыл? Или следующим поставил? Да, следующим поставил. Пока не могу антигравий обрабатывать. Ладно, давайте тогда пока фероксид. А, это он уже обработан, блин. Тупанул, сорян. Не видно тут. Не, ну тут, на самом деле, вот она стоит. Вот и вот стоят. Я не обратил внимания немного. На воде не так хорошо понятно. Вот всегда рядом с сеномассой могут быть гнезда инопланетян. Целый спутник. О, гелевый приемник. Отлично. Запустим. Так, куда? Где-нибудь рядом с мандирой. Давайте посмотрим, что у меня тут обрабатывается в основном. Ну вот, да в центр. Нет, вот сюда, наверное, на место водорослей. Тогда больше будет на энергию. Все, добавилась энергия. Тайс, тут найти какое-нибудь место для работы исследователя, пока он тут стоит, лечится. Так, ферму достроил. Ну, че? Давайте, наверное... Давайте, наверное... Квасанти поплыву, вот этот титан обработаю. О, устройство предтеч. Вот тут можно провести экспедицию. Так, ну я, наверное, сюда отправлю. Тут у меня плывет восстанавливать. Где-то... Где-то тут исследователь плывет. Вот этот, что ли? Нет. Да, по-моему, его я отправлял. Варше два населения. Так, тут оставляем. Юниты в городах добавляют еще к силе. Так что... Слушайте, а может мне... Опять... То есть вот это пока строит компьютер сам, потому что у меня город марионетка. Мне же надо улучшить здоровье, и я его аннексирую, конечно. Потому что у меня надо самому тут строить. Тут на защиту надо, несомненно. То есть это... Стадион-рубеж и защитную... Ух ты, там война пошла. Между двумя аукцайдерами. Китай и Бразилия. Бразилия. Или, как тут говорят, организация американских государств и, по-моему, паназиатский... Кто? Что-то там паназиатский кто-то. Организация южно-американских государств против паназиатской ассоциации. Ну... Интересно. Слушайте, может мне... Может мне на стороне Китая вступиться? Я подумаю. Так, время принять новое развитие. Направление развития. Ну, я пойду по знаниям. И возьму штраф в культуре за число городов уменьшается. Посмотрите, нам тут... Ну, пока тут не видно, на самом деле, сколько следующее. К сожалению... Ну, принимаю. Через 7 ходов. Я помню, в прошлом было по-моему 11 ходов мы открывали. А тут сразу уменьшилось на 7. Давайте подумаем, что следующее брать. Можно, кстати, медицинское обслуживание здоровья повысить. 0,5 здоровья за каждый торговый юнит. Ну, кстати... Ну, вообще, можно посчитать. Смотрите, у меня уже... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Пускай будет 9 городов к тому моменту. Почти в каждом, по-моему, у меня будут караваны. То есть это 4,5 здоровья, так? А здесь здоровье дают за каждых 6 жителей. То есть тут одно здоровье. Это, по-моему, даже меньше даст. Да. Да, по-моему, это один город, ну, два города, хорошо. Больше, чем 6 жителей. Так что тут, похоже, вот эти спекуляции посильнее будут. Вот это, кстати, для расширения границ требуется меньше культуры. В моем случае не очень, просто потому что это работает только для наземных городов. А у меня большинство на море. Морских городов не расширяется за счет культуры. За каждое улучшение академии, за каждое чудо. Получаете науку от культуры, 15% от культуры. Ну, тут тоже на технологии листья меньше науки тратится тоже. А, вот, кстати, вот дополнительный тайный агент. Я говорил, что не помню, где там тайные агенты. Блин, вот тут, видите, за каждый земной ландшафт, плюс еда, производство и культура тоже классно. Так, ладно, что здесь у нас дальше идет. Плюс 25% торговой прибыли между городами. Торговые пути к станциям. Ну, это не очень. Это, мне кажется, тоже не очень. То есть, можно вот так прямо пойти. Потом тут вот на производство. Еще и каждый город к здоровью за каждое здание. Ну, в принципе, я думаю, либо по промышленности идти, либо по знанию. Надо решить. Так, ну и война между Китаем и Бразилией. Отлично. Так, приливные турбины обладают огромной, даже опасной мощностью. Наше управление финансов докладывает об огромных выгодах от использования этой энергии и просит увеличить ее производство. Но бедняки, дома которых расположены рядом с турбиной, говорят, что не могут спать по ночам из-за постоянного грохота и тряски. Мы можем установить отражательные стены и сделать жизнь в этих районах более комфортной и безопасной. Но если мы увеличим мощность турбин, то жилые районы поблизости от них почти наверняка придут в упадок. Я бы, наверное, защитил интересы жителей. Плюс к здоровью от турбин. Мне больше здоровья... Мне более важно здоровье, чем энергия. Отлично. Жалко, что приливные турбины только в морских городах, к сожалению, строят. Так. Туриевый реактор. И так как я в столице уже построил, то везде строю ракетную батарею. Тут я построил рабочего ракетную батарею. И в столице автоматизированный завод. Ботанический сад точно нет. Ксенопитомник. Есть ли у нас... То есть ксенопитомник, видите, я могу везде строить, но... Ну, вообще, плюс 10% науки от города. Обсерватория, а тут от фероксида. Давайте мы, наверное, сначала обсерваторию построим. Монтная мастерская. Давайте сначала обсерваторию, а потом ксенопитомник можно. Ой, что-то я куда-то забияку отправил, по-моему. Да. Случайно из города вывел, блин. Блин, тут он уже какой-то... Китайский исследователь плавает. Ничего нету-то. Ладно, там пока лечится. Можно терпеть. Обработано, обработано, обработано. Давайте, наверное, вот это кораллы сначала обработаем, а потом фероксид. Ух ты. Вот это, кстати, вообще не помню гнездо Кракена для экспедиций. Это было бы интересно сюда отправить. То есть, видите, у меня два места есть для экспедиции в этой стороне. О, кого-то встретил. Арабы. Альф-Аллах. Ну, о чем мы тут сможем с ними договориться? С Альф-Аллахом. Кстати, можно сразу сотрудничество переключиться. И посмотреть с Альф-Аллахом. Альф-Аллахом. Так, потребление энергии боевыми юнитами снижается на 15%. Затраты на технологии открывающие юнит. А у меня разве это не принято уже? Да, видите, с другим игроком уже принято. Специалисты не расходуют пищу. Кстати, вот это интересно. Можно специалистов тогда использовать. Давайте попробуем. Да. Отличненько. Давайте теперь попробуем специалистов. О. Значит, где у нас тут специалисты? Вот. Торевый реактор. Два торговца. А, и все. Собственно, это все, кого я могу в специалисты посадить пока. Не. Тут пока не выгодно. Потому что они добывают пищу. Я, конечно, понимаю, что они сами не потребляют. Но добывая пищу... Слушай, так у меня только пока одно здание по-хорошему везде. С какими-то специалистами. Я сначала хотел договор заключать. Что-то я поспешил. Так. Тут обработали. Может, тут дорогу пока проводить? Вот сюда, чтобы тут город потом поставить. Тем более соединенные будут. Так, давайте-ка я к Арше поплыву. Там клетки обрабатывать. Все вроде остальной норм. Так, кто это у нас тут? Ага, тут морской колодец строим. Еще энергия и еще наука. О, да, Амин Сычуа нравится, что у меня... Технологии. Неплохо развиты. Блин, как бы мне глянуть их битву. Потому что, ну, бразильца тут не видно вообще. О, океанский союз встретил. Ну, это австралийцы, считайте. Они тоже, кстати, по превосходству идут. У нас, по идее, должны быть хорошие отношения. Вы, спящие, по крайней мере, не боитесь использовать армию в случае. То есть, арабам нравится, что у меня сильная армия. Так, стратегически вы задаете ритм в танце жизни. Генопитомник, станция клонирования. Неплохо. Неплохо. И мы улучшили праведность, по-моему, так. Вот тут у нас построена подлодочка. Сразу можно уровень давать. Ну, плыву в сторону... Блин, я бы хотел, наверное, все-таки повоевать с бразильцем. Мне кажется, сейчас самое... Как минимум, аксиому отбить. Я меня не видел. Давайте посмотрим. Он ни с кем не в союзе. Вот тут было бы отмечено. Так он, видите, нейтральный, нейтральный, нейтральный. Хотя он, может быть, в союзе с кем-то не встречен. Но и тогда я автоматически воню туда объявлю. Все, они где-то далеко находятся. И я думаю, по этому поводу можно и самолетики перебросить. Централ. Гради южному инопланетному Централу, побивая сок инопланетян у себя на планете. Да, меня устраивает за соглашение. Тут, кстати, не только мы можем пять соглашений закрыть, но и с нами только пять соглашений, если я ничего не путаю. Надо еще сто пятьдесят набрать, и еще уходим попробовать с полистралией. А, подождите, стоп, это не полистралия. Я перепутал, наверное. Да, это тихоокеан. По-моему, раньше называлась полистралией, нет? Тихоокеанский союз. Или это другая фракция Палистралия Что-то я Задумался Так, туриевый реактор готов Ну вот тут, кстати, ксеномасса есть И на него будет работать Но, как я и говорю, я хочу сначала Защиту усилить в городах Поэтому ракетную батарею А в САБДе ракетная батарея Ничего Тут, что ли, ничего О, уже ракена я вполне могу побеждать Это не экспедиция Это улучшение О, вот еще две Так Ну, короче, надо будет туда Где мы этот Все плывет Обновляться А, конечно, исследователям Побольше Дорогу тут провел К централу Побольше Всяких Движений Чтобы они дальше двигались Как-то сделать На вас супа Отправлю Обрабатывать Так, тут дорогу строю И мне надо еще где-то, наверное Давайте в мандире Поселенца Чтоб он будет строиться Два хода Ну, то есть сначала Я обсерваторию закончу Потом поселенца Блин, потом, может, генопитомник Сначала Вообще, давайте Давайте не будем поселенцев В столице делать Конечно, понимаешь, он тут Быстро делается Но нам надо Именно Здания строить Чтобы они влияли На остальные города Генопитомник А потом Ксенопитомник Хочу Максимизировать Культуру Ага, у нас Кутама лидер Как раз Ну, вот еще Кто-то неизвестный Есть Их мы, в общем-то Встретили Покупаем Клеточку И Строим Шахту Изобияка Тут у нас Стоит Случайно я его вывел Начинаем Тераформирование Как раз Открывать Тут и антигравийный Карьер И земной Ландшафт И колодец Гаи В колодец Гаи Правда не особо У нас еще Четвертого уровня Нету Праведности Так, что-то мы Прям Арабам Дико нравимся Во всем Все, что делаем Тут же, видите Вот в дипломате Вот Почему этого нету В шестой цивилии Нам конкретно Вот здесь Каждый ход Показывает Что нравится Сопернику А что не нравится Почему у него Улучшается отношение Почему ухудшается Почему вот эта Дипломатическая система Которая есть Бионтус Почему она никуда Дальше не перешла Я не понимаю Вот этого Знаете Вообще Как будто разработчики Решили, что она хреновая В какой стати Наоборот По-моему Прикольно все Показывает Новый торговый путь Это Варше Надо Может тут купить Торговый конвой Сколько он стоит 220 Куплю Наверное Откладывать А Построю Лучше Клиника Ну да Наверное Клинику Пока Тут Защитные Я не буду Строю Мне и так Страшно Этот город Потерять Если кто-то Решит Напасть Вот так Гляну Что тут Так Самолетики Строю 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 Есть сил И как Как вообще Война Я вот тут Не вижу Боевых действий Между Китаем И Бразилией У меня ощущение Что они Не проходят Если Объявлю Войну Бразилии Только я С ним И буду Воевать Только тут Ресурсов А Наверное Поплывать Вот тут Вон Какой-то Этот Макара Появилась Поплывал Вот К этим Экспедиции Проводить Тут Еще Среди Может Еще Интересного Открою По пути А сколько Тут У нее Экспедиции А Один Ну Мы Хотим Оставить Можем Тут Варша Например Так Что Нормально Стоят Истребители Стоят Генопитомник В командире А тут Везде Защита Строится Не Видите, уже изменился внешний вид Африканцев Отношение у нас с ними Уважение максимум А изменился, потому что он идет по пути Как его называют? Праведности, да Хотят Производство председания боевых Невятов, да нет? Почему нет? Пожалуйста, я не думаю, что мы с ним когда-нибудь будем воевать Не хотелось бы, конечно Так, а я хотел С хутомой что-нибудь Заключить Бесплатная ячейка для торговых путей в вашей столице Если в ней... Ну, то есть, одна дополнительная торговая ячейка Не думаю, что это... Если бы во всех городах было бы А так Если есть население, при котором появляется новый торговый путь Снижается на 30% А, тут еще могут еще торговые пути появляться По-моему, кстати Да, я совсем забыл эту механику По-моему, обычно на 10 жителях А если на 30% снижен, то, соответственно, на 7 появится Это мне нафиг надо Это я не могу попросить Города могут превращать производство в здоровье Ну, не хочу Вот давайте попробуем это Отмены регулирования рынка Нет, он не хочет Хорошо, какие у нас вообще Тогда просто есть Возможности Соглашения Я хочу еще раз попробовать с Китаем Тогда Заключить на науку Вот это Не хочет Ну, это вот Подождите Я вообще никак пытаюсь вспомнить Как-то тут все-таки можно было посмотреть Чудеса, кстати, построенные Африканским народным союзом Один звездный кодекс И спираль Фарадея Хутамой Как-то, по-моему, как-то можно было видеть силу Но не здесь Ну, тут Можно сравнить наше развитие в плане технологий и социальных политиков Смотрите Максимальный счет у Хутамы, да У него 68 за технологию И 68 за направление развития 68-68 У меня 72 за технологию То есть я дальше по техам Но чуть меньше Наверное, на одно меньше направление развития принято Так что, в принципе, по развитию мы как-то ровно идем Мне интересна именно сила армии А вот это, к сожалению, никак я не могу нигде увидеть Проблемка Так Какие еще мы можем соглашение тут Это я предложил И это она не хочет Ладно, давайте тогда попробуем улучшить какое-нибудь наше умение 203 А, мне как раз чуть-чуть не хватает Ну, следующим ходом улучшу Никто не хочет соглашение принимать Так, приливная турбина Так, приливная турбина построена Опять на защиту Ракетная батарея Сначала рубеж Строим Так, вообще Ракетная батарея Не знаю, хочется мне усиливать города Так, что мы здесь сделаем Сеть Я знаю, что я не использую плавание городами Но Передвинуть Чем мне как раз передвинуть сейчас город на два хода Вот сюда Давайте, наверное, как раз вам покажу, как оно работает Сюда передвину То есть И добавятся вот эти две клетки Вместо того, чтобы покупать их Эти гравины через пять ходов смогу устроить Давайте нефти тогда добавлю Так, тут я плыву вниз О, блин Гнездо Блин, здесь никак Надо подплыть, использовать Что переманить инопланетян на свою сторону Все время забывая об этой возможности У исследователей Дорога постепенно делается Ну, я вот думаю Где именно город ставить? Наверное, вот сюда поставлю На реке тем более Правда, по-моему, здесь это не особо как-то влияет Наличие реки Так, отправляю в пран Пока, чтобы он быстрее рос О, возобновил экспедиции И решил ее отправлять вот туда Тринадцать ходов будет плыть Кстати, вот Руины Ну, я напомню, что тут Стояли Постоянные инопланетяне Но давайте, наверное, сначала к ним Отправлю Все равно это по пути Ну Потом обновлю Так, ксеномассовую Ксеноскважину Так Вот сюда сначала Вот так Подплыву, чтобы увидеть, что тут Все еще стоят инопланетяне И не трогать эту пигню Ну, интересненько Интересненько Пока Вырисовывается И пока непонятно В какую сторону мы идем Ух ты Отменяет центральный орган здравоохранения Ну, предположим Я не думаю, что это как-то повлияет на наши отношения Шесть, один, два А у меня шесть, шесть Ну, вот у меня Эти юниты точно сильнее Наземные Может мне все-таки Пойти и попробовать Я просто не уверен, что я Морских юнитов отобьюсь Потом Вот в чем дело Наша электросеть теперь получает энергию От ториевого реактора Наши люди уже привыкли К его негромкому гудению И слабому свечению Реактор настолько эффективен Что практически не работает С максимальной нагрузкой Если мы загрузим его посильнее То сможем потратить дополнительную энергию На ускорение производства Или мы можем пустить ее На создание новых юнитов из зданий То и другое принесет нам пользу Либо Три энергии от ториевых реакторов Либо Производство от ториевых Я бы брал производство Я думаю, с энергией на сухую То есть все ториевые реакторы Сейчас дополнительно производства О! Украли А, значит, мы просто науку крадем Отлично Просто украли науку И видите, повысилась Уровень интриги До второго Значит, мы можем уже вербовку Перебежчиков делать Завербовать До трех Случайным образом Выбранных боевых юнитов Которые будут размещены Рядом с вашей столицей Но я пока науку И видите, шансы на науку Тоже повысились Благодаря повышению интриги Так что науку продолжаю Сколько мы? Сто тридцать девять науки Ну, больше, чем за один ход Представляете? По-моему, очень круто Еще и повышен до звания А, это потому что Повышен до звания спецагента Поэтому там повысились Все шансы эти Восрай ракетная батарея готова Наверное Наверное, давайте пока лабораторию Потому что лаборатория уже в Мандире Построена вроде, да? Да Лаборатория в Мандире построена Поэтому Поэтому в Осрае тоже лаборатория А потом и генопитомник можно будет Я бы даже в очередь просто добавил А, вот здесь я хочу Как раз поселенца Отложим Этого поселенца туда поведу Блин, это Зона контроля, конечно О! Вот где мы, наверное, используем Последний модуль Чтобы далеко не плавать Еще гнездо Опять я забыл Попробовать На свою сторону Но, по-моему, это будет Кстати, модуль Будет использован Если приманивать на свою сторону Инопланетян Поэтому Возможно и не стоит Следующим ходом Город передвинется Так, ну-ка Давайте смотреть Как это будет Изображено Плавающие города Конечно, прикольно Ну, бразильцу Нрав... Нет, Кутоме Нравятся мои Высокотехнологичные спутники Ага Это Африканец уже хуже относится Потому что у меня не самые Или наоборот Что у меня большая армия Как раз ему не нравится Ему, наверное, это не нравится Да Виноват Мне бы последних инопланетян О Ну, просто вот так Видите, он Передвинулся Так Ну и сразу Вот эти все клетки Добавились Будут, например, дешевле Нефти выкупить В Джавете Ракетная батарея Построена Ну, все на массе Есть, кстати, на питомник Тоже будет Тему Но опять начну С лабы Хотя, может, на производство Морских юнитов Перерабатывающий комплекс Тоже прикольно Тем более тут Торговые пути проходят Давайте на перерабатывающий комплекс Сначала Так Сабди мы Передвинулись Генопитомник Еще строится Ну, тут сеть Давайте Так, давайте я попробую Просто интересно Два одинаковых Совершенно Давайте Нет, остались Модуль экспедит А, это, видите На хитпоинты влияет Когда приманиваешь Точно Вспомни Помнишь, что Какой-то штраф Был за это дело Я поплыву Тут вот снизу Я лучше открою Эту территорию Да, конечно Интересно Гнездо Кракена Исследовать Что Что оно даст Ну, кстати Возможно И не обязательно Было строить дорогу Потому что Эти города Находясь на побережье Будут считаться связанными Но мне Чтобы быстрее Если что Кратер прикольный Чтобы быстрее Наземные юниты Перебрасывать Было Именно для этого Строить Ну и быстрее Поселенцам Собственно Дойти к месту Города Так, правда Я так понимаю Сейчас станет Городом уже Да Этот мир Чистый Прекрасен Но это Неправильно Давайте Скорее Все Исправим Неправильно Что Этот мир Чистый Прекрасен Вадим Козлов Отлично Антигравийный Карьер Земной Ландшафт Плюс Четвертый Уровень Праведности Очень здорово Да, я хотел Посмотреть Вот тут По-моему Где-то Пишут Вот Один из одного Вот это Количество Торговых путей Да Когда 10 Населения Достигается Видите Помнишь Что-то Такое Было Еще Науку 141 Науку Отлично Отлично Продолжаем Красть Науку Очень мне Это нравится Наведение Ракет Уникальная Атмосфера Авиапланеты Затрудняет Калибровку Ракет Созданных По технологиям Старой Земли Из-за Необычных Отклонений В атмосфере Стандартная Земная Телеметрия Не способна Предоставить Точные данные Для ударов Из космоса Однако Наша новая Ракетная Батарея Решает Эту проблему И позволяет Вносить Субы Орбитальные Либо Орбитальные Удары Короче Ракетные Батареи Либо Плюс 5 К боевой Мощи Города Либо Плюс 1 К радиусу Нет Давайте Плюс 5 К мощи Города Как раз Еще Больше Силу Добавить Кстати Вот Централ Сам строит Ракетную Батарею Здорово Очень хорошо Так Куда мы Пойдем Дальше У нас тут Чуть-чуть До превосходства Осталось Буквально 3 очка И в принципе Мы можем Что-то Открыть Стволовую Технологию То есть Начальную Где Немного Дают Мехатронику Например Левитационный Завод Клиника Оптической Хирургии Дозер Но это Все Как-то Не особо Нужно Мне В Бионике У нас Автосани Бионическая Лаборатория У нас Один Резелин Вроде Институт И Биоколодец Здоровья Будет Ну Что-то Не очень Мне Это Нравится Вообще Бионику Он Ученый Хотя Чтобы Открыл Мехатронику Культурный Советник Массовое Производство Рекомендует Советник По Экономике Тут У нас Авианосец Есть Литейный Завод Ну Вот Литейный Завод Кстати К ресурсам Титана У нас Есть Титан Здесь Очка Блин Массовое Производство Прикольно Кстати Галломатрица Тоже Прикольный Плюс Две Плюс Два Очка Культуры На каждой Клетке Этот Орбитальный Спутник Может Давать Ну вот я Поэтому Подумаю Ладно Искусственный Интеллект Что дает Это Здание Это Здание Самооборона И плюс Много От всех Улучшений Академии У нас Нету Не построено Даже По-моему Не открыта Академия Академия Открывается Улучшение Коммуникации К боевой Мощи Но это Все Спутники Штаб Инфоцентр Сеть Эхолокаторов Тоже Прикольно Но Ничего Совершенства Никакого Не дает Блин Как сложно Это Вот Академия Кстати Улучшение Академии В познании У нас Нейро О Кстати Нейролаборатория Еще плюс 10% Голографическая Комната Тоже Ничего Так Чудо Ничего Такое Давайте Может Познание Откроем Действительно Познание Мне Нравится Так Умение Хочу Умение Какой-нибудь Улучшить Тут уже До максимума Наши Тайные Агенты Я наверное Здоровье Буду пока Лучше Потому что Я боевые Юниты Не строю Я тут До максимума Тоже Примем Желания Хутамы Так Кто-нибудь Кто-нибудь Принять Я могу Нет Потратилась Дипломатический Капитал Пока Начинаю Начинаю С С этого Торгового Склада Клинику Доделали Клинику Лапа Шесть Ходов Стадион Рубеж Наверное Пока Перерабатывающий Комплекс Поставлю Два Произу Или лучше Не давайте Крыточный Инкубатор Появился Потрошитель Будем плавать И потрошить Проблема С инопланетными Юнитами Что они Никуда не апгрейдятся Не улучшаются И Они прикольны Только в начале Игры на самом деле То есть Вот на этом этапе Я вам чисто Показал Что их можно брать Но Они слабы Вообще Всем То есть И только с другими Инопланетными Какими юнитами Воевать О Аплоне Никто не забрал Отлично Так Тут мы Улучшили Пран Отправим Вот Неплохо Дает Я вот Определяю Как мне лучше Отправлять В зависимости Вот если Внутренние города То я просто Складываю Все Ресурсы Грубо говоря Будет 8 Каких-то Ресурсов Дано Тут В одном В одном В одном городе Три Производства В другом Два Производства И три Пищи Это Лучший вариант Чем Это тут Шесть А тут Лучше даже И не видно Нигде Вот тут Семь еще Кстати Восемь Семь Получше Потом Можно Сорить В другие Колонии Тут Я смотрю Чтобы Наш город Существенно Больше Получал Потому что Тут Семь энергии Семь науки А африканец Будет получать Четыре энергии Четыре науки Как-то Мне кажется Не особо Выгодно Для меня Ну мы можем Отсортировать Например Нам нужна Максимальная энергия Это куда Отправиться Вот В Тянгун Ну тут Прилично Одиннадцать Десять Или Четыре Четыре Тоже самое Наверное И науки Касается Ну вот Еще Максимум Коэффициент Энергии Это значит Что Соотношение Сколько Мы получаем А сколько Отдаем Будет Выше всего Или Максимум Коэффициент Очков Науки То же самое Стоит Так что Я думаю В Тянгун Надо отправлять Так Здесь То же самое Давайте Глянем Максимум Очков Науки Тоже Тянгун Там Такое Такое Желание Бразильскую Войну Объявить Что-то Ну Вообще Как мне кажется Еще Можно проверять Силу Силу наших Юнитов Глядя На Отношение К нам Других Вот Тут Именно В страх То есть Я думаю Хутама И Альфалах Меньше Меня бояться Потому Что У них Как раз Больше Юнитов А вот Тут 5 9 5 9 То есть У меня Явно Более Крутые Юниты Чем У этих Ребят Да Мы дальше Решили Идти По-моему Я думаю Либо Знание Либо Промышленность На технологии Листья Расходуются На 10% Меньше Науки Но мне Кажется Что стоит Во-первых За каждый Торговый Юнит Здоровье По-моему Круто А потом И прибыль Правда Между Вашими Городами Вот в чем Дело А я Хочу Уже Начинать Отправлять Ну В любом случае Пока Спекуляции Хочу Взять Ну Всего Лишь Три Здоровья Добавилось Не Сказать Что Много Кстати Вот Можем Промышленность Закрыть И тут У нас Плюс 10% Единицы Энергии В каждом Городе Так Перерабатывающий Завод Сделали И Генопитомники Можно Ставить Потому что Уже в столице Построено Есть Посел Давайте Генопитомники Генопитомники Классная Штука Улучшено Улучшено Ага Вот Антигравий Хочу Улучшить Не могу Не могу Включить Капсула 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 Китаец Забрал В итоге Так Ну и тут Наверное Антигравий Хотя Не Наверное Выкуплен Играет И думал Двинуться Городом Потом Понял Что Не есть Что будет Там еще Строить Ксеномаса Построена Тоже Давайте Земной Ландшафт Делать Вот тут На море Кстати По-моему Земной Ландшафт Не делается Если я Ничего Не путаю Наглянусь Стоящим Ходом Поскольку Еще Территория Не заняты Может И зря Огромную Карту Вставил Надо Войну Хотя Соседи У меня Есть У меня С Америкой Уже Война Была Как У соседей Сейчас Видимо С бразильцем Повоюю Уже Подводная Лодочка Подплыла Кстати Давайте 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 я Наверное Пойду Уже Этим Юнитом И Вот этим Юнитом И Начнем Войну Пожалуй Аксему Захватим Дораду Уже И Самолеты Есть Мне Кажется Должны Сдюжить долгие кстати переходовки уже начались предложил а вот и последнем рамка и вере в из франции испания лично последних встретил вам у нас матри куз нет давайте мы не будем соглашаться с бразиль надо уже по минимуму его спонсировать всякими штуками стоит научим постепенно подтягиваем армию какие у нас с ним соглашение вообще есть да есть но мне это не надо что я могу принять что из того что есть мне было бы прикольно здоровье стратегических ресурсов кстати было бы прикольно и расход культуры ну-ка давайте глянем кутама кстати кутама воюет с франкой берей так что мне либо с одним либо с другим надо заключать договора чтобы они не ругались между собой это он не хочет когда должен ухму нами франка и берет то же самое тоже не хочет ладно на 100 на 150 тогда что есть лет старт строй это мне не надо ну давайте попробуем потому что смогу в столице нет не соглашается франка и берет ну давайте попробуем ну давайте попробуем то есть производство городских зданий дающих культуру кстати это ксеномассовую баню тогда можно будет нормально построить о приняли так тогда нам надо отношения сразу изменить на сотрудничество то есть у нас тогда не на 15 процентов будет а на 20 процентов видите снижено так отлично то есть ксеномассовая баня будет быстрее строится в городах три хода всего лишь ну опять же сначала в столице построить я сеть потом построил генопитом ну вот видите теперь путами не нравится что из франка и белье и к шаюсь ну для меня что те что другие далеко находятся не думаю что у нас будут какие-то проблемы семьях утома войну объедет вообще арабы здесь это что ли и вот фриллен ну довольно далеко согласитесь по повелками тут воевать даже юнитов вы не одни ни одно не видел и капсулка что далее 60 энергии так себе за сбор еще сварить обломки спутника обломки спутника сколько еще экспедиции можно провести стоим тут я жду когда вот эти три наземных юнитов как 7 подойдут что я буду именно ими захватывать я думаю что аксиомы будут отбивать обратно и поэтому я не хочу терять морские юниты явно больше битвы на море будет чем на давите в воде не строится земной ландшафт когда улучшаются подводные лодки вообще дальше на каком уровне я бы конечно их улучшил и тогда нападал на восьмом ну в принципе можно попробовать превосходство дойти до восьмого душа не на две клетки ходят это очень мало как у нас отношение ставки к его метель стала на улика словно еще девять из девяти нормально очень слишком хорошие отношения прям с ним о ухудшил с нами отношения отлично затмение маркова это прикольное по моему чудо давайте глянем плюс 5 дипломатического капитала боевые это в полную силу даже получив урон так там кто-то меня напал по моему а нет тут эти африканцы бедных инопланетян мучают улучшилось франка и беря отношения этот идет по пути гармонии франка и беря ведь у нее юниты от гармонии вот такие зелененькие и бьет инопланетян зачем что-то заподозрил видите бразилец закрыл мне границу ухудшил отношения подозрева к что мы тут дальше улучшим нефть лучше минералы или лучше вообще тут шесть жителей довольно много по себе наверное здесь фермы пока построим надо еду немного поднять стоим тут земной ландшафт хорошо не понимаешь инопланетянин мой и не мочит у них вообще войны между собой нету совершенно случайно ни халл так франк и берия даже у меня война только с хуто мой со всеми остальными а у костюма есть хорошие отношения с арабами и китаем как и у меня в принципе я джинальду со всеми нейтральные но я бы и им еще и повоевал так один ход я пожалуй пропущу я вверх хочу следующим ходом а тут я пока не могу у меня уже пять здоровья но это ненадолго когда вырастет этот город мне кажется дальше надо развиваться захватом бразильца я тут больше просто особо места хороших я не вижу я тут на побережье просто так поставить честно говоря здесь прямо на мете если только ну может тут еще один город в принципе можно было бы обозначить поехали так пересход ночную атаку помните пешаварский кризис в этот раз я не буду к вам столь снисходителен хе-хе эти у нее уже ноль уважения ко мне прям даже интересно что он под этим подразумевает у меня до си до делы боюсь самолеты не долетят если что из аксиомы я просто аксиомы одним ходом захватывать сразу поэтому на вашу тут юнит стоял я думаю что знаю о чем вы думаете а вы думаете что знаете что я думаю о том о чем вы думаете но вы ошибаетесь так нейро лаборатория тут прикольная голографическая комната прикольная о седьмой уровень совершенства доступна модернизации юнитов кстати как тут по поводу соседства ксеномаста на 2 ресурса больше плюс 5 к здоровью так этого сюда ставим и как я искал следующим ходом нападать будем улучшаем канониров которых у меня нет нет виси рядом и что еще улучшается крейсер да крейсер отлично прейсер улучшают и рядом дружественный юнит наверно если я рядом дружественный просто я сейчас буду рядом с но это стреляющий морской юнит да тоже у нас же рядом будут подводные лодки нормально так дальше у нас сто семьдесят семь науки ученых охренеть то есть тут я уже могу пропагандистскую кампанию провести дипломатический капитал получить либо украсть технологию просто но я бы просто наук украл по моему это вполне нормально и выгодно так дальше но мне надо что-то до восьмого уровня превосходства у меня вот есть вер совместное мышление открыть на норой это гибридный уровень прогностическая система плюс культуры ну такое контроль климата это чисто для спутни это спутник метеорегулятор будет пищу давать на клетках на которые он действует тоже не особо тут вообще к этим можно показывать чисто вот на превосходство подсветить тоже удобно так автономные системы центральное управление дает плюс 1 передвижению рабочего и совершает до нуля затрат на их содержание ну это чудо чудо долговато будет строить это все открыто тут открыто ну в общем то мне надо выбирать получается либо совместное мышление либо автономные системы элитный элитный отряд полевых медиков тут на норой автоматически наносящий урон вражеским подразделениям находящихся поблизости медленной но мощной поддержки ну давайте автономной системе просто потому что они быстрее откроются три хода ну что время объявлять а еще не закончил ход блин я пока стоим подведу будет рядом ну то есть я вот этим следующим ходом хочу захватывать этот будет потом рядом вот конечно скорее всего потеряем ну ладно главное что город захватим так здесь мы ксенопитомник закончили пенера лаборатория плюс 10 процентов и науку от фероксита еще будет давать например да голографическая комната тоже от фероксита неплохо работает автоматизированный завод плюс 2 к производству нефтехимический завод ну вот нефтехимический так себе то есть у нас одна а у нас же еще нефти тут не обработан нам видите не поэтому пусковой комплекс нет ремонтная мастерская нет станция клонирования давайте ксеномассовую баню сначала потом во всех городах потому что очень быстро о видите уровень электриги в сабде повысился вообще тут кому-то удалось и в асрае повысился тут тоже работают шпионы хотя тайная операция там раскрыта так я бы наверное отсюда убрал пока своего исследователя потому что тут сейчас с бразильцем следующим ходом будет война ну нафиг как говорится так давайте думать этот у нас выстрелит этот туда подойдет выстрелит этот подойдет вы ну там самолеты это эти будут наверное так давайте я тогда этих ближе подведу подводные лодки чтобы они с теми кораблями работали тут пока пропускаем ход пропускаю ход тут так и следуем и вот так а еще а мы же улучшили катера теперь они на пять клеток плавают отлично пока пока тоже стоит после какого этого тоже вроде катера улучшены но у него у него на гармонию а у меня на гибрид или стоп и у него тоже на гармонию седьмого а да у него тоже гармония седьмого уровня блин ладно у меня скоро будут самолеты улучшены думаю мы должны будем победить в этой войне прям под угрозой но этим ходом не объявил войну а вот я объявлю этот город за один ход захватывается с силой десять у меня города шестьдесят один сорок три вот это уже хрен захватишь хватит там бедных инопланетян мутузить так наша новая водоочистительная станция приносит гораздо больше пользы чем ожидалось к сожалению мы оказались не готовы к этому сейчас нам негде хранить такое количество чистой воды если найти для нее применение нам придется ее сливать направить поток в водопровод тогда водоочистительные станции не будут требовать содержания либо направить поток на поля плюс одна еда сколько содержания требуют водоочистительные станции где оно перерабатывающий одну энергию да тогда лучше тогда лучше еду еду возьмем у нас все еще дофига энергии так средь джинальду вообще о в сабде и васрай повысился уровень интриги то есть там работают шпионы чужие так тут клеточный инкубатор сейчас начнем атаку сейчас начнем так я все таки тут хотя я думаю тут не нужен у меня защита с той стороны ну африка очень вряд ли нападет прям реально очень вряд ли поэтому давайте пожалуй сначала перерабатывающий комплекс ну производство повысим в джаведе генопитомник готов сеть плеточный инкубатор давайте тут генопитомник готов сначала обсерваторию потом лабораторию давайте я как бы это поставлю в очередь повышаем науку и наконец в асрае водоочистительную станцию как раз она еду и напоминаю дает производство на клетках водных так отъезжаем тут от бразильца подальше но мне все эти модули негде использовать знаете наверно сюда в сторону поплыл блин сразу по бразильцу ну что хана этому исследователю к сожалению так начинаем атаку Рижинальду де Аленсар изменение отношений война сразу автоматом ему и этот объявил войну африканец потому что мы с ним в союзе тут немножко по-другому действует то есть если вы в союзе то и союзник ваш будет объявлять войну так мне видимо под лодками будет достаточно протаковать и я захвачу забиякой ну совсем слабо видите 10 сила у меня наверное даже сейчас он будет да видите 20 становится сателлит делаю эй блин а что я не могу проатаковать хм давайте наверное самолетами сначала он у него осталось мало надо добивать так теперь ставлю сюда лодку и сюда чтобы была зона контроля и как сиоме не могли подплыть захватить даже если они и атаковать будет этого парня ставлю еще подлодочка больше половины сразу снимаем видите так аксиома захвачена тут я наверное буду возвращать постепенно юниты на родину я хочу бразильца полностью захватить я думаю нас мы это вполне можем осуществить с он приплывет туда частью своей армии мы самолетами и упаковцаем и все на этом интеграли обрабатывать давайте исследовать территорию на плане инопланетными кричерами ну и думаю на этой радостной ноте объявления войны вот эти он тут дальше не может пройти он самолетом обстреляет наверное еще подлодкой обстреляет но дальше он не смог пройти именно из-за зоны контроля ну тут хана следователю болен это выплыл не чтобы вниз плыть на этой радостной ноте захвата бразилии и начало уничтожение этого тихоокеанского союза я серию закончу напоминаю спонсоры продолжение могут посмотреть прямо сейчас во вкладке сообщества для всех остальных она появится завтра спасибо что смотрите играйте в умные игры и всем пока спасибо что досмотрели до конца я алексей халецкий тот кто сделал это видео пользуясь случаем хочу попросить вас поставить лайк оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или социальных сетях а также посмотреть другие мои видео ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране играйте умные игры и всем пока слышать ответ на своем